Привет, с вами Вилсаком. Не почта России, Един Мир. Есть люди, которые уже начали получать свои предзаказы на iPhone 4s, и таким пользователем стал Apple Master Touch. Он ведет канал на YouTube, я с ним связался, и он любезно разрешил использовать его видео для русской озвучки. Так что все для вас. Первое, с чего начнем, это Сири, тот самый голосовой помощник, который обладает искусственным интеллектом и вообще всячески помогает вам во всех заботах и начинаниях. Давайте посмотрим, что он умеет. Сколько сейчас времени в Нью-Йорке? Где находится Нью-Йорк? На самом деле, вы можете использовать Сири как полноценного информационного помощника, она может искать для вас разного типа информации, но есть и забавные вещи, которые вы можете с ней делать. Например, вы можете задавать ей персональные вопросы, что-то вроде... Как тебя зовут? Меня зовут Сири, но ты это уже знаешь. Или сколько тебе лет? Мне не разрешено отвечать на этот вопрос. Можем мы быть друзьями? Простите, я не понимаю, можем ли мы быть друзьями? Забавно, в прошлый раз, когда я спрашивал ее, она сказала, я уважаю тебя. Давайте спросим, я люблю тебя. Я надеюсь, ты не говоришь это другим мобильным телефонам. Собственно, все это хихоньки да хахоньки. На самом деле, как вы можете видеть, искусственный интеллект, ну, можно сказать, достаточно суров и могучий. Он понимает многие фразы в разном их исполнении. То есть, вы можете спросить, например, который час, сколько сейчас времени и так далее. Кроме того, конечно, есть и стандартный поиск. Например, Google Search, найти iPhone. Ну, и, конечно, кроме iPhone вы можете искать кучу всего другого, разного и полезного, в том числе и не обязательно в Google. Так что, с этой точки зрения Siri тоже сильно облегчит удобство использования телефона. Для тех, кто волнуется, насколько реально вообще локализовать Siri, сделать ее на русском языке, я думаю, что в этом проблем не будет. Текущая реализация, начиная с 3GS, достаточно хорошо себе зарекомендовала. И здесь чисто процесс времени. То есть, она будет локализована со стартом продаж. Ну, давайте, например, у нее спросим квадратный корень из 32. Вот такая шпаргалочка для математиков. Я не знаю, кто этим интересуется. Это должно быть ответ на ваш вопрос. Кто силен математикой, может проверить, правильно ли ответила Siri. Ну, вы, на самом деле, поняли идею. Siri ответит на любой ваш вопрос, даже если она не поняла, то, как минимум, это очень забавно выглядит. Общаться с собственным телефоном, особенно по пьяни. Опять же, русским людям будет о чем поговорить с этим сервисом. Следующее нововведение – это ньюстенд, полочка с вашими журналами, если вы на них подписываетесь. Ну, сомнительные, на самом деле, развлечения, опять же, для нас всех. Еще одно нововведение – это ремайндер, так, менеджер задач. Он доступен для всех айфонов. Это не новинка 4S, это новинка iOS 5. Но в связке с Siri это дает отличный результат. Например, сделай мне напоминание завтра на 6 часов вечера. «Окей, просто скажи мне, о чем ты хочешь, чтобы я напомнила?» Напомни мне о работе. «Вот ваше напоминание на завтра на 6 часов. Должна я создать его?» Нет. «Да не вопрос». Мы в очередной раз убедились, что Siri – это основная фишка iPhone 4S, и, ну, наверное, она стоит того, чтобы действительно называться, ну, если не прорывом, то большим шагом вперед в части голосовых команд и взаимодействия со своим телефоном именно с помощью голоса. Вы помните, как раньше было реализовано голосовое управление, еще давно-давно, там, на старых Nokia типа 8810, когда вы должны были по слогам все это сами забивать, потом по слогам повторять. Сейчас технологии шагнули вперед, и вы, конечно, уже ушли, мы ушли несколько вперед, поэтому Siri – это большой, большой шаг вперед, и не даром Apple его так пиарит. Наверное, с их подачи такое же развитие пойдет и в Samsung, и в HTC, и вообще в отрасли. Следующее большое развитие, которое получила в iPhone 4S – это камера. Теперь она 8-бегапиксельная, имеет 5 групп линз, снимает видео в 1080p, умеет распознавать лица, то есть, скажем так, опять не какая-то революция, но качественный скачок вперед и дальнейшее развитие в этом плане. Вот. Камера работает сильно быстрее, чем в iPhone 4, и, соответственно, еще быстрее, чем в iPhone 4S. Честно сказать, скорость работы камеры в iPhone 4 под управлением iOS 5 мне лично не нравится. Я, честно говоря, думал, что это все проблемы бет, но, как оказалось, не совсем так. Камера действительно, ну, скажем так, запускается достаточно долго, некомфортно. В этом плане iPhone 4S сильно бодрее, сильно веселее, так что, кто хочет снимать быстро и с комфортом, придется, придется переходить на iPhone 4S, тем более, что он снимает действительно классное видео. В конце я вам покажу сэмпл с iPhone 4S в 1080p. Это, ну, для телефона просто вынос мозга в прямом смысле, и Samsung, HTC, и вообще все, кто там пытается играть на этом рынке. Ну, я не знаю, это просто нет слов, на мой взгляд. iPhone здесь, как всегда, впереди, и он действительно становится самой популярной мобильной камерой в мире. По данным Flickr он обгоняет вообще все возможные камеры, какие есть. Ну, когда камера снимает отлично, грех не поделиться картинками с друзьями, товарищами, вообще со всем миром. Еще одно мощное нововведение – это iCloud. Это облачный сервис, который, опять же, Apple презентовала еще до iPhone 4S, то есть это не фича iPhone 4S, это фича, опять же, iOS 5, и вы можете его получить на всех ваших iGadget, начиная от iPod Touch третьего поколения и заканчивая iPad и так далее. В этом ревью еще также не показан мессенджер. Теперь Apple презентовала iMessages, технология, которая позволяет бесплатно за счет онлайн-подключения, то есть средствами GPRS, Edge или 3G, обмениваться сообщениями, причем между всеми i-устройствами. То есть вы можете с iPad отправлять смски на iPod, с iPod на iPhone и так далее. Причем это и смски, и ммски. Все это бесплатно, оплачиваете только трафик. То есть, соответственно, если у вас есть услуга бесплатного, безлимитного подключения, то вы можете и пользоваться. Но вот, наверное, это и все, что можно рассказать о iPhone 4s при таком первом общем знакомстве. Давайте теперь я вам покажу сэмпл с камеры, и на этом мы, наверное, закончим. Подписывайтесь на новые видео, спасибо, что смотрели, пока! Субтитры сделал DimaTorzok